Друзья, всем привет! Вы на моем канале. Вы на канале с Аленой, вы на канале с клиническим психологом и консультантом по биологически активным веществам. И сегодня мы с вами говорим про гипертоническую болезнь, гипертония. Вы помните, мои видео носят рекомендательный характер и лечением занимается доктор. Но здесь мы с вами говорим о том, как профилактировать и как себе помогать, дабы не испытывать неприятных симптомов. Мы помним, что при гипертонической болезни важен и дневной отдых, и дневной сон хотя бы 20-30 минут, избегание стрессов, недосыпание, позитивные установки в отношении к окружающему миру и, конечно же, БАДы. БАДы как гады важны. Я шучу, но это правда. Что здесь может помочь, вы пишете. Вот я сейчас расскажу схему своей мамы, но она достаточно уже возрастная, но это не является лично вашей схемой, потому что у вас совершенно может быть другая история. Боярышник. Она использует несколько капсул в два раза. Электролитный баланс, который влияет на гипертонию, то есть нарушение кальция и калия, очень сильно влияет на состояние психики. И здесь она использует Юрай, и это сильно также влияет. Лицетин, омега, чеснок, перец, чеснок влияют на сердечно-сосудистые, да, такие проблемки. Левгард нормализует уровень холестерина, необходим для поддержки и питания сердца, мозга и печени. Представляете, насколько важно принимать капсулы, которые обеспечивают вам такое счастье. Хлорофилл. Несколько миллилитров, да, на стакан воды. И мы помним, что Юрай, это мочегонный банк, помогает вывести избыточный натрий и воду. То есть, если человек скапливает воду, то эта избыточная вода может, ну, как бы влиять не только на отеки, но и на давление. Оздоравливает почки, предупреждает формирование гипертонической болезни и нормализует водно-минеральный обмен. Мы же помним, что нам нужна тоже вода. Гриппайн выполняет детоксикационную и антиоксидантную функцию. И это очень сильно защищает ваше сердце, сосуду и нервную систему. Если плохая детоксикация, вы плохо ходите в туалет, либо вообще не ходите, то здесь нужно заниматься сферой кишечника. Вы помните, что я всегда топлю за кишечник здоровый и за то, чтобы вы нормально опорожнялись. Потому что люди, у которых гипертония, часто страдают запорами, либо какими-то несварениями, связанными с кишечником. И здесь мы с вами работаем с детоксикацией каскара. То есть, ходите регулярно в туалет. Лакло можете использовать. И, конечно, если есть проблемы с желчным, то в закрытой схеме я давала вам желчегонные и гепатопротекторные штуки. Но здесь вы просто возьмете бердок и будете работать с ним. Это очень крутая штука, которая дает и питает сердечно-сосудистую систему и имеет желчегонный эффект. Но смотрите, какой там у вас желчный. Кальций, магний, витамин D – это неотъемлемая поддержка. И вы можете использовать это достаточно долго. Омега, лицетин. Но здесь нужно смотреть по своему состоянию. Может, у вас достаточно омеги в рационе. И лицетин, холин вы в яйцах достаточно получаете и хорошо усваиваете. Тогда да. Но в остальных случаях это только помощь, друзья. И если вы уже сейчас хотите ко мне в консультацию, напишите под этим видео. А если уже хотите получать витамины и обогащать свой рацион питательными веществами, тоже пишите, пожалуйста, комментарий. С вами снова я, Алена. Вы на моем канале. Только польза прямо здесь.